Далее, Виктор Головин. Термин луч нелогичен, он говорит о начале и бесконечности. Повторюсь, закон вселенной говорит, то что имеет начало, то должно и иметь конец. Почему закон вселенной это, а не закон пингвина? У пингвина есть начало и конец, это закон пингвина, это не закон вселенной. Почему это закон вселенной? Кто вам? Вам вселенная об этом сказала? Или пингвин об этом вам сказал? Что имеет начало, должно иметь и конец. Не факт. Акела промахнулся, Виктор Бушуф. Акела промахнулся, все слышали. Прямая линейная величина, обладающая физическим смыслом. Перечисли физические свойства прямой. Линейная величина, обладающая физическим смыслом. Первое, это протяженность. Вот просто, без проблем, протяженность. Вы можете вот рукой провести, да? Вы проводите в реальном физическом пространстве. Это реальный факт. Мы проводим рукой в реальном физическом пространстве. Вот если бы не было пространства, предположим, каким-то образом, да? Мы бы не могли провести рукой, да? То есть, если у нас физическая протяженность, реальный физический объект, это физическое свойство. А дальше уже идет то, что мы задали сами. Выбрали, какой объект. Мы выбрали, что мы берем протяженность нескончаемую. Мы можем взять в рамках нашего пространства? Можем. Потому что у нас пространство бесконечное по физическим проявлениям. Мы можем взять эту протяженность бесконечно далеко. Если мы берем в оба направления, да, по линии, то это у нас прямая. В одном направлении лучше. Без проблем. Ребята, все нормально. Учите геометрию. Я знаю, почему вас разрывает от Саватеева. Он вам как кость в горле. Вас корежит от одной мысли, что кто-то посягнул на ваше болото. Тихое дремучее, где вы проворачиваете свои делишки с бюджетом. Владимир Комарницкий. Понимаете, в чем дело? Вот мы как раз с бюджетом никаких делишек не проворачиваем. Мы вообще к бюджету отношения никакого не имеем. А Саватеев – это потребитель средств из бюджета. Вот это вот присосавшийся. Он из Соросовского бюджета потребитель. Из нашего государственного бюджета. Это присосавшийся ко всем бюджетам клоп, который пьет эти бюджеты. Следующим комментарием, значит, вы завидуете ему, что он пьет бюджет, а вы не пьете. Пил бы он там свои Соровские. Но наш государственный бюджет потреблять можно, если вы занимаетесь полезной для государства деятельностью. Если вы занимаетесь вредительством, если вы занимаетесь псевдонаукой, лженаукой, жульничеством, и за это еще берете деньги из государства, то это нельзя так делать. Ай-яй-яй. Андрей Кацко. Сейчас я вам наблею и намочу утверждение Катюшика о том, что в случае прямого притяжения при соприкосновении ножи должны склеиться некорректно, так как для расчета нужно брать расстояние между центрами масс, которое не нулевое, а значит, сила между ножами не стремится к бесконечности. А ошибочка, опять одна и та же ошибочка, повторяю, еще раз объясним, еще раз разъясним. Расстояние между центрами масс – это упрощение. Формально, и это написано во всех учебниках, вы должны каждую массу посчитать. А раз считать каждую массу, то вы возьмите две близлежащих поверхности, тонкие, два тонких среза, и смоделируйте взаимодействие с ними. У вас получится маленькая масса, но бесконечно приближенная друг к другу. И сила будет возрастать до бесконечности. И чем ближе будут прижиматься, тем будет механическая деформация в пользу соприкосновения. Так что тут без вариантов. Статья 140. Отказ в предоставлении гражданину информации. Неправомерный отказ должностного лица в предоставлении собранных в установленном порядке документов, материалов, непосредственно затрагивающих права и свободу гражданина. Либо предоставление гражданину неполной или заведомо ложной информации, если эти деяния причинили вред правам и законным интересам граждан. Предлагается применять этот закон к ребятам, которые обманывают со своей недостоверной информацией через учебники. Просьба к юристам, если вы это смотрите, выразите свое мнение. Применима эта статья в данном случае, неприменима. Действительно, права людей нарушаются. Товарищи, все вот эти вот кривогеометры, псевдофизики обманывают широким массам населения, приносят ущерб. Применима к ним эта статья или неприменима? Пожалуйста, выразите свое мнение. Роберт Паулик Вывод искусственного интеллекта о теории гравитации Ньютона Чат-GPT Правильно устойчивое равновесие на силах протяжения достижимо только в идеализированных условиях, когда все факторы учтены и контролируются. В реальности любое малейшее возмущение или отклонение может привести к смещению объекта и нарушению равновесия. Это связано с тем, что протяжение зависит от расстояния между объектами и изменяется в зависимости от этого расстояния. Поэтому для достижения устойчивого равновесия на силах протяжения требуется точная настройка системы и контроль за всеми возможными факторами, что в реальных условиях простительски невозможно. То есть, вывод искусственного интеллекта совпадает с нашими утверждениями. Далее, вторая часть. Роберт Паулик. Вот еще одно подтверждение гравитации Катючика. Виктор утверждает, что массивное тело неизбежно расталкивает вокруг себя на большее расстояние, чем малое. И действительно, в космологии есть такое понятие дискриминация масс. Только не пытайтесь снасти это понятие в русскоязычном сегменте. Ищите discrimination of mass cosmology. Астрономы заметили эту аномалию, но объясняют это чем угодно, только не расталкиванием. Роберт Паулик. Спасибо за читанное. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok